Рыбный ужин Джейми Привет! Я знаю, что многие из вас любят на ужин рыбу, но наш аппетит день за днём постепенно высасывает моря до суха. Мы, британцы, потребляем четверть вылавливаемой в мире трески. С 70-х годов её запасы в Северном море истощились на 80%. Не надо ждать политиков, которые решат это. Вы, именно вы можете изменить будущее, обратив своё внимание на прочие дары моря. Поэтому нужно дать нашим любимым сортам рыбы передышку. Я отправляюсь в открытое море, где я буду готовить из альтернативных видов рыб. Так что поднимайтесь на борт и присоединяйтесь ко мне. Забудьте про треску. Сегодня я готовлю восхитительную курму из превосходной рыбы под названием сайда. В этой руке у меня треска. Смотрите. А в этой сайда из того же семейства. Разница между ними в том, что вот эту почти всё выловили, а вот этой замечательной рыбы ещё много. Я хочу, чтобы вы сменили вот это на вот это. И если честно, не вижу причины, почему бы вам это не сделать. Смотрите, это филе сайды. Оно немного более серое, чем у трески, но не менее замечательное. Вкусное, мясистое, тает во рту, рассыпается. Оно превосходно. Возьмите курма карри пасту. Хорошую столовую ложку. Сайда превосходно сочетается со специями, будь они испанские, марокканские или азиатские. Мы взяли индийские, тоже прекрасное сочетание. Берём сковородку и ставим на средний огонь. И берём замечательное, прекрасное филе сайды. Приправим солью, оливковое масло. Сначала я положу сайду со стороны специй. И немного прижмём это, чтобы специи проникли в рыбу. Рыба покроется корочкой прекрасных индийских специй. Если честно, то сайда не хуже, чем пикша или треска. И странно, что много сайды выбрасывают за борт мёртвой. И она не идёт в пищу, а пропадает, вылавливаясь и выбрасываясь. Так что пора начать задавать вопросы. Давайте перевернём. И ещё возмутительно то, что это одна из самых дешёвых рыб, которую вы можете купить. Готовим это филе 8 минут. Получился хороший цвет со стороны специй. Мы немного подержим её на стороне шкурки. Я покажу, как приготовить самый быстрый в мире соус. Беру 3-4 стебля зелёного лука. Забросим в сковороду вот так. И добавим ещё ложку специй. Понемногу по всей сковороде. Основное мы положили, и теперь добавляем кокосового молока. Буквально пол банки всё преобразит. Сверху кладём немного чили, и ещё я добавлю отличного кориандра. Если вас беспокоит, готова ли рыба, всё очень-очень просто. Всё, что нужно, это взять рыбу. Не надо волноваться насчёт пищевого отравления. Если я буду готовить ещё дольше, вкус станет хуже. Если она вот так рассыпается, то значит уже готова. А если не рассыпается, то ещё нет. Если хотите посодействовать программе Big Fish Fight, просто не покупайте постоянно треску. Так, давайте сервируем наше прекрасное блюдо. Возьмём рис. Посмотрите на эту красоту. Немного изумительного карри. Превосходный обед. Посыпем немного чили из зелёного лука сверху. Долька лимона. Великолепная курма из сайды. Немного попробую. О боже. Возьму отсюда. В общем, просто чертовски вкусно. Курма из сайды. Ещё один ужин, который поможет спасти море. For all 10 of my recipes in the Fish Fight, got a...